Охотники, что вы говорите? Приветствую, скиталец. Хотя ты не наш в племени, но все мы, братья, под сенью ночи. Не сбил ли тебя с верной тропы слепящий свет золотой монеты, что пересекает небосвод? Привет, брат. Ты кто вообще такой? Я зовусь Акабидаб Высокий Бизон. Я скромный служитель того, кто приходит с ночными тенями. Тот, кто, кого... Ты случайно не один из тех, кто общается с призраками любимого дедушки? Ты говоришь о духах? О, нет. Я не настолько мудр, чтобы нарекаться шаманам. Я всего лишь скромно следую по той тропе теней, что указал мой бог в своей милости. Этот путь не из легких, но еще тяжелее идти по нему в одиночестве. Тихая река. Верный, побратим. Тихая река. Это кто? Еще один местный небожитель? Просто расскажи про эту... Тихая река, мой брат. Пусть не по крови, но по духу. Только мы вдвоем следуем тропой тени, что, чтя заветы нашего бога, мы грани нашего... Грани разящего клинка полуночного соглядата. Я хорош любым оружием, что дарует тихую и быструю смерть. Но не было в нашем племени лучшего разведчика, тем тихая река, что следует сквозь ночь, словно бестелесный дух. И вот он пропал в бескрайней пустоше. Так, а как это случилось вообще? Мой собрат ушел в пустошь. С тех пор его видели лишь путники из каравана, что проходили вместе с товаром. Они поведали, что одного из нас насильно ввели в земную обитель поедателя душ. Вызовите ее, Ньюрина. Я хотел бы отправиться на поиски, но вождь запретил. Ибо в наше время потерять еще одного члена племени будет непосильной утратой. Слушай, ну я в таком случае поищу какую-нибудь зацепку, если буду в тех краях. Благодарю тебя, скиталец. Да пребудет с тобой сила того, кто приходит с ночными тенями. Как насчет того, чтобы рассказать о местных рейдерах? Да, рейдеры. Дети самого поедателя душ. Много бед натерпелись наше племя от них. И предстоит нам вынести еще больше. Ну а ответные им трудности устроить как общий вариант? А я мог бы. Но нас меньше. Однако полнолучный саглядотай знает немало обходных путей, ведущих воина к победе. И ценит прошедших ими даже больше, чем тех, кто бездумно нападает в открытую на врага. Но без своего собрата тихой реки я не смогу пройти тропой теней и совершить возмездие. На беспомощниках, конечно, тяжко. Вот ты, например, поможешь ответами на пару вопросов? Расскажи мне о вашем племени. Что бы ты хотел узнать? Тени везде и многое ведомо. Хотя и не все они могут поведать Чижаку. Не все, то есть. Биван Кеноби сюда приходил с ночными тенями? Может быть. Насколько оцениваешь Неваду по шкале от 0 до 10 вторых фоллаутов? Ну, я думаю, 9 или даже 9,5 вторых фоллаутов. Ну, я имею в виду оценка от 0 до 10. А вторых фоллаутов... Ну, как второй фоллаут, это почти так же. Я сначала немножко не так понял от себя насчет оценивания от 0 до 10. Ладно. Аноним. Поддержал стримера на 30 спикоинов. Аноним, ты молочинка, ты классный. 30 спикоинов греют нас просто этими холодными пустынными вечерами. Теперь мы уже на третьей строчке, а не на четвертой. Еще пару таких вбросов. Может быть, даже мы поднимемся до второй строчки. Кто знает. Да, если тебя занасили, радуйся. Возрадуемся же 30 спикоином. О, зрители мои. Вознесите хвалу анониму. Я люблю Автоп, говорит Бимель. Не слушай всякую критику. Автоп делает стрим гораздо интересней. Окей. Зомби 10 спикоинов кинул так-то. Я пропустил кого-то. Да, 10 спикоинов. Слушайте. Круто. Кобелех поддержал стрим на 100 спикоинов. Молодчина. Зомби. Дерзомби. Тебя тоже. Хочу поблагодарить за 10 спикоинов. Каждый спикоин, можно сказать, он идет на благо нашего стрима маленького. Уютного по фоллаутам. О, селок поддержал на 300. И сказал, благотворительный взнос в фонд помощи детям Невады. Дети Невады будут очень рады. Мы постараемся купить плазму. И будем по этой плазме смотреть жалостливые истории про детей Невады. Васари, стольничек, спасибо тебе, молодчина. Просто это круто. Еще правда помогает. Выглядит как ересь, говорит Дейдример. Что выглядит как ересь. Те не 5 рублей, аж целых 30. Да, мистер киллер, разница между 5 рублями и 30 рублями я чувствую. Она действительно огромная. Воу-воу-воу. Ну вот-вот-вот. Воу-воу-воу. Понеслась. Ух. Молодцы. Ладно, тогда не будем отвлекаться от игры. Что можешь рассказать о вашем вожде? Агимы, черное облако, мудрый вождь. Что ведет наше племя сквозь все трудности с упорством старого бизона. И хоть он запретил нам препятствовать этим рейдерам, что терзает наш народ, я понимаю его коварный план. Так. Ну вот, к сожалению, черным все покрывается после Альтаба. А я тут Альтабов по благим намерениям не ради разной ерунды, а по серьезному поводу. Разве, правда, больше смотрят от того, что ты в топе? Ну, так-то да, скажу по секрету. Такими темпами до одного ка дойдем. Вы знаете, что вроде там от пяти тысяч вывод. То есть, если у меня пока точнее говоря пять штук не накопится, денег я не увижу. Вот такой вот он жадный Адольф. Страта Адольф работает, пишет мне DarkMax. Ну, так-то работает. Вопрос, насколько сильно она работает. Адольф говорил, что ему нужно за месяц два миллиона заработать. Ну, то есть, два миллиона доната должно суммарно прийти. Вот. Кнопку просмотра жми для очистки от черноты. Обзор. А-а-а. Ну, это очищает не все, а только вот центральную часть. Ну, и то сойдет неплохо. Ну, а привычных интересует локация, где ты находишься. Я нахожусь в Лавлоке. Лавлок — это поселение такое индейцев. Они здесь, в общем-то, живут общиной своей, такой замкнутой. Чужаков не любят вообще. Но, в целом, на самом деле, очень дрободушные. Такие просто настороженные. Пару слов о местном шамане, пожалуйста, расскажи мне. Не хочу оскорблять. А вини. А вани. А вани Гижига, чей дух, пробужденный благими зельями, парит по ночам вместе с серебряными ветрами, но он слеп в своем неприятии нашего бога. Он даже смеет утверждать, что наш бог не менее, не более, чем еще одно оплощение поедателя душ. Мы не хотим ссору на три племени, поэтому просто делаем вид, что не замечаем друг друга. Наверное, у вас немало опытных охотников и воинов. Есть кто-то прям вот особо умелый? Наш Гекек одинаково силен и телом, и духом. Из него вышел бы хороший последователь того, кто приходит с ночными тенями, но он в достижении цели приемлет только прямой, как древко его копья, путь. Наш пастух тоже был в свое время славным воином, но после раны нанесенный огненной палкой предпочитает проводить время на наших пастбищах, избегая общества соплеменников. И лишь Маказит Медвежий Лапа может называться главным воином племени. Так, сначала была цифра оверо 3,5 миллиона для успешности систем, говорит Unheard, потом стало 2,5, а я слышал 2 прямо вот ровно, то есть как бы еще меньше стало. Надеюсь, что после 5К вывести Гуччи. На самом деле я верю в то, что вывести можно будет, потому что Адольф, он, конечно, романтик, мечтатель, фантазер, идеалист, но уж обманщиком точно не был никогда. Я могу там предположить, что у него какие-то проблемы могут быть, но даже в тех случаях, когда у него проблемы возникают с деньгами, он их решает по себе даже во вред, во ущерб, но старается все честно сделать. Так, у тебя в чате не отображается донат, буду озвучивать я. Зе Пейн, 10 пек. Слава Зе Пейну. Да, не отображается, потому что, я так понимаю, Ахламон забил на СК2ТВшную поддержку. Да, Зе Пейну благодарю тоже за 10 пеккоинов. Вы знаете, 10 пеккоинов, казалось бы, то есть 10 рубликов, это такая мелочь вообще, прям серьезная мелочь. Но один там 10 рублей, другой 10. И так вот уже стольничек, да? А там за стольничком глядишь и тысячи. Ну и в итоге получается, что вместо того, чтобы стримить, обсуждаешь донат. Согласитесь, это же новый уровень контента. Это же просто вот то телевидение будущего, о котором так долго все мечтали. Что зрители донатят по 10 рублей постоянно, а стример на это отвлекается, благодарит их, обсуждает это, и в результате не делает ничего, кроме, собственно, обсуждения доната. Круто. По-моему, просто прорыв реально. Нет, нет, вы не подумайте, сарказм, ни граммы нет абсолютно в моих высказываниях. Вот. Неужели хорошие слова об Адольфе? Ну а что? Нельзя же человека демонизировать просто так, бессмысленно. Есть у него какие-то конкретные вполне объективные недостатки, но это не значит, что он там во всем плохой. Это распространенная такая позиция у людей, когда они кого-то в чем-то обвиняют, сразу же все, человек во всем плох. Сейчас тебя Адольф 5К кинет за пиар. Да не, он так дешево. За такой дешевый пиар он 5К не кинет, я уверен. Товарищи, если есть желание донатить, донатить лучше на вебмайне, говорит Бимель. Так. Здесь в донаты запускают руку. Злой Крабас-Брабас, хозяин театра. Вот это же, по-моему, хорошая аналогия. Такой не слышал ни разу. Крабас-Брабас, хозяин театра. Слушайте, круто. Просто замечательно. Старушка-рубль десяток старушек-червонец. Да, известная тема. Что с прорисовкой из-за сворачивания? Да, когда сворачиваешь, оно при восстановлении черным экраном весь покрывает. А когда курсором проводишь, он сначала отрисовывает квадратик из заранее сохраненного изображения, а потом поверх него курсор. Тем самым чернота, она как-то исчезает вот так вот. Ну, забавно. Достаточно, на самом деле, получается. Самое главное, не альтабаться часто. И, наверное, нужно просто чат нормально расположить. Ладно. На случай ранения или болезни лекарь-то есть. Небесная Мать Шедра одарила Ниски Гвана своей мудростью. Он способен вернуть дух человека в тело чуть ли не с полей Великой Охоты. Но даже он иногда бывает не всесилен. Бедняга Маконс. Бедняга Маконс. Ну ладно, давай, в общем-то, я о чем-нибудь другом спрошу. Например, ни о чем и уйду. Хороший разговор получился. Чисти давай. Во всю начищаю просто. Так, а что у нас тут? Такое чувство, что мне тут порыться не дадут спокойно. Видите, вот следуют всякие подозрительные типы. Ножик. Ножик пригодится, продадим кому-нибудь обязательно. Тени хорошо. А то хорошо в тени, да. Согласен. Опа. А у нас отмычек нету? Да, у нас же есть... Маленькая такая штучка. Дрючка. Вот такая вот. Давайте сначала попробуем взломать просто. Там двоечка, по-моему, взлом, да. Не сметь трогать чужое! Хе-хе, тихо-тихо ты. Че вообще, какой небуянь. Хау, блядь, на лицей. Тебя ведь не просто так назвали медвежьей лапой. Давай выясним, кто из нас сильнее. Не, пока рано выяснять. У меня хитпоинты неполные. Хотя, опять хитпоинтов, давайте согласимся. Сохранимся сначала, а потом попробуем выяснить, кто из нас сильнее реально. Скальпель с собой Сколько медика ПП Скальпель, по-моему, да, вроде бы со мной Ламповый бак с темным экраном Напоминает и 95 в Индзе Да, есть что-то такое Сколько Goodgame забирает? Говорят, Goodgame 10% берет Там у них тарифы более щадящие Но на Goodgame рекомендую Если у вас нету премиум и вы хотите задонатить Можете премиум купить на канал Вы получите возможность На Goodgame с Прямым качеством смотреть И там ник, по-моему, позеленеть еще должен А старым добрым ломиком Взламывать нельзя Да вы понимаете, в чем проблема? Меня останавливают, говорят, не трожь чужое Ладно, будем драться Нет, бледнолицы, для иные знакомцы Это слишком необдуманный выход Я не знаю тебя, ты не знаешь меня Ладно, не доверяешь чужакам Окей А я-то думал, сейчас помахаемся По-нормальному По-мужски там Подзеремся Выясним, кто тут круче Лечись доктором Можно, конечно, попробовать полечиться доктором Давайте возьмем доктора А, мы засейвились только что У вас не получается исцеление Ну, бывает 33% как бы Все равно не получается Что ты не делай Все равно не выход Привет, Слава Грамов Спрашивает он, что я пропустил за сегодня Да не за сегодня Я тебя давно уже не видел Может, просто, конечно, ты не писал в чате Ничего Вот Но пропустил ты то, что я Искал сначала Ягоды послено Я их нашел здесь Прибыл вот в локацию Когда И Также я сражался За злогиконами От одного из них убежал Потому что он слишком какой-то жесткий был Вообще А у тебя что-то есть, Санна? Да, есть Слушайте Слебный порошок Это всегда пригодится в хозяйстве Не знаешь меня Я не знаю тебя Говорит некрофагист Это было в начале второго фэллаута Ну, вот фансервис Вовсю прет У тебя арманско-туземский акцент Откуда ты знаешь, Алекс Нюбик Как говорят индейцы Если бы они говорили бы Не на английском с акцентом А на русском с акцентом Вот то-то Когда масс-эффект Ну, когда сто тысяч Задонатишь Так сразу Прямо вообще Первый масс-эффект Потом второй Может быть даже третий Посмотрим Сто штук И как бы Разговор решен В принципе Доктора и ПП Для квеста хватает Но будем надеяться Синегами Сейв Да сейвлюсь Во все сейвлюсь Ты не по схеме действуешь Вначале выпить А потом драться А-а-а Вон оно что Ну вот это ошибка была Серьезно, да Нужно сначала с ним было попить Так по-дружески А потом Ты меня уважаешь Ты меня не уважаешь Да ты Да ну иди сюда Ты кто такой И вот все пошло бы Прямо как по маслу Там куча девчонок в палатках Как тебе краснокожие девчонки Ну, такие В общем Неухоженные Дикие В общем Грязные Так Сейвы забекапил? Нет, не бекапил Зачем бекапить сейвы? Я без этого нормально справлюсь В чем твоя нужда, белый человек? Что случилось с тем мальчиком? Бедняга попал под обвал Обредил себе обе ноги Кости раздроблены Мышцы перемешались в единое месиво Большая беда для всех нас Ноги постоянно болят И горят жаром Вот уже три месяца подряд Три месяца? Увы, даже сила матери неба Не способна творить чудеса Еще немного и парень обречен Я стараюсь поддержать его все это время А если какой-то ты вашей матери Недостаточно Может, давайте попробуем мои средства Они более цивилизованные В этой ситуации у меня просто руки опускаются Поговори с Агимой И пусть такое решение останется на его сердце Мое уже переполнено горем Ладно, поговорю Пока покажи медикаменты Наши запасы скудны Мы не можем делить с ими Но если скиталец принесет нужные травы То получит из них лекарства А вы можете изготовить на стойку от заразы? Кровочист? Да, нужный корень Ксандер Цветок Брока Две горсти ягод Послена И 250 монет Как кашиста пора Он там с монетами замешивать определенно будет Насыпет монет, того, сего А потом хопа И можно монеты доставать Уже у нас точка готова Такой вот хитрец Дайс Ты с ценами поосторожнее Тебе ведь два раза по 40к задонатили Что мешает 100к собрать на масс эффект? Вот я как бы не против буду Пусть набирают 100к Или даже кто-то один найдется Если Против тоже не буду Так дикие хорошо Вот не ухоженные, грязные Вообще не очень Говорит Алекс Ньюби Да, вот у меня поэтому тоже Как-то сомнения возникают Я тебя еще надеюсь Говорит Энигмос Что ты на стрим Посмотришь Инвизибл Я уже неделю играю Еще не надоело Думчивость Оценка рисков Карза ошибки Атмосферность Ну Маловероятно Скорее нет Давай скажем так Вот просто тебе отвечу Нет Что бы ты особо Не надеялся Знахарь еврей Вот-вот Антидонат С масс-эффектом будет Некрофагист Ну Я не сторонник Системы антидоната Поэтому нет Собираем стука Выдадим после прохождения Всех частей Хитро-хитро Ладно Другой вопрос Подлечить можешь? Сейчас поглядим Да-да Я вас вылечу Но за это вам придется Заплатить 100 шекелей Еврейские же говорят У нас медик Все-таки правильно Пусть шекели будут Но у меня нет Таких денег Неужели вы бросите Больного? Я знаю Христового племени Этим все сказано Пожалуй Мне от вас Ничего не нужно Какой он Грубый Я же помереть Так могу вообще Ветеводосборник Белый человек Уберет оружие Если желает говорить Вроде не считали За оружие же Ну ладно Я поговорю сначала так У меня есть такой Свой особый способ Разговора Не работает Ну бывает Выдадим 50к Если шепард Будет лезби А гей шепарда Не хочешь? Как бы очень сейчас Я бы сказал Своевременно Так Актуально И Злободневно Да Подойди к водосборнику Хорошо Подхожу к водосборнику Какой хоп Радиация Греба У них вода радиоактивная А Смотрим Вы видите Здоровенный бак С вонючей водой Кое-где он сильно Проржавел И протекает Давайте пощупаем его Он почти пуст Это просто большой бак Надо было напомнить Проклятого Гиппократа Доктору А он ее не давал Я тебе уверяю Только начало Ну по сути да По высшей части начало Там было два стрима до этого Я комете отвечаю Ну и на этих стримах Там была Само Стартовая локация Город-убежище Потом Джарлак Община И Блэк Роук Вот эти вот места Сохранить возьми Квест на исцеление мальчика Будешь знать Что тебе надо с собой иметь Но я уже сохранился Перед тем Как его обвровать Приветствую скиталец Для чего твой путь Пересекся с нашим Слушай тут Я про больного мальчика У знахаря хотел узнать Оставьте Низкий гуан Старается Но боюсь напрасно Макон с медвежонок Обрещен стать калекой Да ладно Я решу эту проблему Я же врач Маконс будет И черт Танцевать джигу И бегать за девчонками Ты че вообще Списывать мальца рано Скорее всего Низкий гуан Не доверит Такой случай Чуждой нам медицине Чем скиталец Намерен лечить ребенка Наркотиками Конечно Поверьте Самое действие Навсегда Сам их принимаю Поэтому я Такой здоровый Нет конечно Наверное На это не поведется Отвезу его туда Где сохранилось Медицинское оборудование Проведу операцию Необходимо длительное Комплексное Лечение операцией Мы проведем ее Вместе с Низкий гуаном Вот так вот Ответим Не объяснит ли Скиталец Что здесь Столь сложного Чтобы Низкий гуан Не справился Без вмешательства Чуждой медицины Ну Видите ли Ваш знахарь Он лечит травами Но их действие На организм Медлительный Трава Сами по себе Недостаточно мощный Компонент Чтобы вырастить Или выпрямить кости В то же время Кости не срастаются Из-за нарастающего Нагноения Воспаления тканей Замкнутый круг Нужны другие методы Вот Вот Слушай умных людей А то тут развелось Непонятно Каких там Шаманов Да Знахарь Да Вождей племени Которые лечат Одними заговорами Кстати В Нью-Вегасе Можно было Выполнить успешно Сложную операцию При помощи удачи Говорит КК-47 Ну да Внезапно Ткнул куда надо Повезло Бывает Слышал про такое Чеклин приз Плейпал Говорит Unheard Мне нужно проверить Работает ли у меня Перевод через него Давай чекну Ну только сначала Договорю Хорошо Я запомню Не веришь в шаманство Ну а при чем здесь вера Я знаю что оно не работает Просто и все Хм Надеюсь Низкий Гван Поймет Лучший вождя старика Но что за решение Предлагает скиталец Избавиться от гноя воспаления Пустив кровь Затем выправить кости Живую резать мальчика Под анестезией Довоенными препаратами Травами Алкоголем Или да пусть терпят Зато дешево Заметьте Как бы медицина Доступная людям Вообще можно сказать Без анестезии Можно всех оперировать Ну как бы Кризис Экономия Вот Режь по мертвому Ну Алкоголем Наверное Анестезия нужна Да Потому что травм Вряд ли поможет А двоенных препаратов У нас нету О боги Меня сейчас тошнит Пускать ему кровь Да что вы говорите Небесная мать Меня сейчас тошнит Ну что Мои слова Неубедительно звучат Что ж Может позже Вы измените свое решение Про мальчикам Я врач Решу проблему Конечно же Комплексное лечение Операция Так Под анестезией Двойными препаратами Никак вообще Вот травмами Наверное пойдет Так Давайте попробуем Еще разок Сейчас я помню Анхерт про то Что нужно Проверить PayPal Так Травми Травми Все равно не хочет Зараза Ладно Тогда PayPal Пошли чекать В Вегасе говорят Вообще много На удачу завязано Ну да Она была В предыдущих частях Довольно таки Странной И не особо нужной Частенько Пускай терпит Последствия Последний вариант А последний Ну можно попробовать Да последний Хороша зафиксированный Пациент в анестезии Не нуждается Это да Так Май 23 Есть приход 463 рублика Но это с комиссией От 500 осталось Спасибо Анхерт тебе Молодчина Поддержишь стрину Дайса Сколько тебе разговор Разговор у меня Достаточно низкий Насколько я помню Разговор У меня красноречие 20% Можно конечно Десятку сюда Воткнуть Легко Давайте попробуем Еще раз Джигу танцевать Пускай терпит Ни в коем случае Оля небесной матери Я запрещаю вам Даже прикасаться Маконцу Такое отношение Дей в пустыше Дай ему по башке Давайте другие варианты Попробуем Надо же мальчика спасать Отвезу его туда Где сохранилось Медицинское оборудование Ни в коем случае Ни в коем случае Но поймите Ему необходимо Длительное Комплексное Лечение Операция И объяснить Для скиталит Что здесь Столь сложного Бла-бла-бла Пустить кровь Под алкоголем Никак вообще Дай ему в пузо Ну что он такой тупой А может сначала Другие квесты Нужно выполнить Как бы Отношение ко мне Получше станет Давайте ради прикола Действовать разговор Проверим Если не поможет То я постараюсь Другие квесты Выполнить Оп-оп-оп Подняли на 30-очку До 30-очки Точнее говоря Делаем успокаивающий жест Достаточно О боги Меня сейчас тошнит Так и быть А вот другой диалог говорит Возможно вы правы Ведь Низкий Гван Уже 3 луны Только и может Что просто Оттягивать печальный исход Для Маконса Я не против Некоторых ваших методов В этом случае Низкий Гван поможет Но я не уверен Сколько костей Вы вправили За свой путь В этой жизни Достаточно костей Я вправил Ах Этот ответ Утешителен Даю вам свое согласие Но если с мальчиком Что-то случится Все племя вас Возненавидит Наши боги Покарают вас И дорога В нашей земле Будет для вас закрыта А сейчас Ступайтесь К Низкий Гван Скиталец И не затягивайте С таинством лечения Да уж Таинством Их шамания Значит травма Не самоубедительная Так это Алкоголь Сейчас вольем В зубы ему И он Попрет Мальчика живет Сразу же Танцевать начнет Под алкоголем Там Буянить Пожалуй Главный квест На отношения Теперь попробуй 25 в разговоре Ну давайте Немножко Помачкиним Как бы в принципе Я не против Чутка Так Краснорещие 25 То есть может быть Не 30 Реально Чет больного Мальчика Я врач Отвезу Поймите Видите Избавить Алкоголь Да 25 хватает Реально Мы получили разрешение На лечение Маконса Прекрасно Снегами Говорит Что 2 скилла Надо применить На Цистерну Ну науку Давайте попробуем Ремонт Сначала изучим Эрудит У нас 80 Эрудит Мы вообще Очень эрудированная Видите Большой баг Для воды Он почти пуст Окей Ремонт Не помогает Цистерна Как бы Не особо Поддаётся Моим скиллам Снегами Говорит А теперь 21% Ну кто Разводила То На 21% Не помогает Да Нужно 25 Не надо Говорить Про 22 Серьёзно Про 22 Я не поверю Мы и так Застряли На этом квесте Достаточно Долго Поэтому Особ Сейчас Не будем Так Пытаться Чё-то Придумывать В общем Я сохранюсь После этого Может 23 Говорит КК-47 Да Точно Сейв Сейв Лучше Сохранись Потому что Квест С больным Ребёнком Будет на время Угу Волоса На верхней локации Возможно Как раз И понадобится Рукопашка Говорит Мне Волос Ага Забань Кого забанят Сенегами Сенегами Дело Говорит Только Просто На самом деле Такое Дело Нужно Самостоятельно Когда Вы Играете Не на стриме А Будет Так Ладно Я хотел С разрешением Черного Облака Помочь Вам В лечении МакКонса Вы Серьёзно Вы Действительно Хотите Помочь В наше Время Это Нечастое Явление Что Я бы рад Но Если Даже Моих Навыков Не хватает Вы Уверены Что Сумеете Справиться Да Уверен Уверен Я бы хотел Оценить Ваши знания Прежде чем Мы Перейдём К основному Действию Ведь Я никогда Не видел Вас В деле Можем Начать Прямо Сейчас Да Давайте Начнём Что Проверим Ваши Медицинские Знания Задаю Вопрос И Вы Отвечаете Он Нагаляет Свой Живот Со Следаим Пулевого Ранения Немножко Ниже Левее Пупка Немножко Ниже Левее Пупка Когда-то Мне Прострелили Живот В этом Месте Как Вы Думаете Какой Орган Задела Пуля Тонкий Кишечник Может Быть Скажите Почему Ранение Не Казалось Смертельным Не Был Задет Ни Один Жизненно Важный Орган Возможно Зачем Нужна Тонкая Кишка Высасывает Воду Из Пищи Или Переваривает Пищу Вот Я не Помню А не Переваривает Да Высасывает Воду Сколько Времени Заживает Такое Полевое Отверстие В Животе Ух Да Хорошие Вопросы Но Сколько У нас Полевое Отверстие Заживает Я Никогда Просто Не Занимался Такой Медициной Не доводилось Практики Не хватает Эх Мол Здесь Должна Быть Более Бурной Для того Чтобы Такие Случаи Выдавались Знания Такой Прут Несколько Дней Недель Недель Наверное Я думаю Все Таким Наверное Что нам Надо было Сделать Чтобы Рана От Пули Не Загноилась Так Ну Промыть Огненной Водой Например Самогоном Обжечь Огнем Раскровенным Металлом Не Я думаю Промыть Вот как Некоторые Растения Вызывают Бурный Рост Плоти И Поэтому Заживляют Раны Но Все Не Дают Побочные Эффекты Какой Негативный Эффект Имеет Порошок Из Корня Ксандр И Светка Брок Восприятие Понижает А К этим Военным Снадобием Легко Пристраститься После Этого Человек Загибается Если Не Получит Еще Одну Порцию Таблеток Можно Излечиться От Пристрастия Да Переломаться Нужно Что ж Подведем Итоги Вы Показываете Прекрасные Знания Мне Почти Ни С чем Вас Уприкнуть А Ну Я В чем То Ошибся Наверное Ну Там Ладно Основные В общем То Вещи Были Достаточно Понятные Очевидные Поздравляем Клепт Манек С Промушеном Эх Каждый Раз Когда Это Происходит У меня Сразу Мысли Возникают Домокуры У тебя Что Никогда Огнестрела Не было Да Вот Представляешь Как-то Не довелось Эх Сразу Чувствую Что Какого-то Жизненного Опыта Не хватает Гангстерской Молодости Там Разборки С Перестрелками Там С Ранениями Пулевыми Вот Тогда Можно Было На эти Вопросы Не глядя Отвечать Ладно Что Теперь Жизнь Научила Меня Что Одних Знаний Бывает Мало А макаки Была помощница Она Отлично Разбиралась В плодах Коренях И приправах Но не могла Сварить И простые Похлебки Поэтому Теперь Оценим Ваши умения И способности Перейдем К манекену На примере Манекена Взъерочные Перья Взъерочные Перья Анализирует Как Это его зовут Так Взъерочные Перья Отлично Просто Я даже До этого момента Не замечал Он Анализирует Как ваши Врачебные Навыки Так и умение Оказывать Первую Медицинскую Помощь Теперь Проверим Логкость Ваших Рук Она Очень Важна В работе С такой Раздробленной Плотик Как у Маконца Вот вам Шкура Гека И нить С иголкой На шкуре Нарисованы Точки Вам нужно Попасть Точно В эти Точки Это Казалось Кропотливой Работой Низкий Гуан Анализировал Скорость И качество Осторожность И уверенность Идем Дальше Проверим Ваше Восприятие Насколько Оно Чуткое Вот Два Стакана С водой В одном Стакане Вода Из Колодца В другом Чистая Определите Какая Из них Чистая Операция Может Продлиться Несколько Часов Ваше Дыхание Должно Быть Ровным А руки Не Должны Дрожать Поэтому Проверим Вашу Выносливость Вот Ваша Скамейка Я буду Считать А вы На каждый Счет Будете Вставать На скамью И спускаться С нее Потом Я прослежу Как будет Восстанавливаться Ритм Вашего Сердцебиения Приступим Ничего Се Ладно Попрыгаем Спустя Пару минут Упражнение Нескегуан Усадило Вас На скамью Взял Ваше Запястье Закрыл Глаза И замер Еще на Несколько Минут Что ж Достаточно Ваши умения И способности Приятно Удивили меня Я доволен Ух Не зря Одаренного Убрал Явно А в это время Мальчик умирает Пока ждет помощи Говорит Фистикус Да понимаешь Мальчик уже Три месяца Умирает Я думаю От лишних Пар часов Он Не ускорится Сильно Сейчас еще Будет проверять Твою привлекательность Говорит Волос Да Достаточно Его привлекательны Чтобы Мальчик Не впал В истерику И не начал Биться в страхе При виде вашем Во время операции Отойдя Это нахер козы Просто из-за того Что вы слишком Жуткие на вид Старая добрая резинка От Макарча Лечится Не на деле Он говорит Снегами Рюк Так Кидает какую-то ссылку Ну ладно Сейчас открою ее Попозже Ладно Что теперь-то В конце концов Наконец Последнее испытание Перед вами Ручная мышь Она очень чуткая Я специально Дрессировал Чтобы она Отличала пакость От чистоты Посмотрим Станет ли она Есть из ваших рук Этому мышу Понравились ваши руки Он жадно Схватил кусок сыра И стал грызть его Нисходя с ваших ладоней Животное нельзя Обмануть Я готов принять решение Ваша подготовка Впечатляет Мои сомнения Развеяны Я сочту за честь Если проведу с вами Операцию Над Маконцем А еще что-то нужно Помните Время пока терпит Но Еще несколько месяцев Я смогу отсрочить Печальный исход Для Маконца Вот это кстати Для тех Кто пишет в чате Про то Что слишком долго Несколько месяцев Как бы По-моему нормально Мы явно Такого времени Не потренировались Здесь Но не более того Вы пока отдохните Как будете готовы Приходите Обсудим Возможное лечение Я так понимаю Опять засеяться Нужно 750 очков опыта Как бы получил За спирт Парни Норм Окей